Когда мне нужен совет по выбору литературы для детей, я обращаюсь к моей коллеге Джазгуль Каримовой. Она прекрасно разбирается в издательствах, в ценах и новинках детских книг. Я не перестаю удивляться и восхищаться, как она, работающая мама, успевает так много времени уделять образованию сына. Кстати, интерес к книгам у моих детей усилился благодаря советам Джазгуль. Именно эту возьмем или еще какую-нибудь о других динозаврах? Ну-ка, давай. Мы еще посмотрим. Давай. Только надо правильно, да, книжку? Сразу, аккуратненько. Ну-ка, давай с большими. Вот смотри, еще есть, оказывается, вот такая вот книга. Она будет похожа? Нет, эту я уже знаю. Ну ладно, давай других тогда. А животными, да, увлекается? Да, вот мы почему-то из него все время хотим сделать математика, а он, я не знаю, кем он будет в будущем, но он увлекается именно животными, насекомыми, какими-то там бабочками и так далее. Петушок кукарекает, а хозяин прячется в доме, а Финдус, он взял две тарелки и закрывает уши. Вот как Эмир родился, мы с тех пор начали ему показывать картинки. Потому что вот даже, получается, я его кладу в кроватку, я ему уже на потолок цепляла картинки. Я понимала, что у него в детстве очень хороший мозг, он хорошо впитывает, у него память хорошая. И все время хотелось бы, чтобы он не просто так лежал, да, с интересом лежал, знал, что это собака, это красный цвет. И мы постепенно ведем ребенка к тому, что он начинает разговаривать. Мы говорим, что вот это собака, собака лает, а потом говорим, что собака живет в будке. Вот, ну, получается, один год, два года, три года рассказываю, и потом уже ребенок через, например, в два года, он уже внятно начинает говорить. Чем больше ты общаешься с ребенком, тем быстрее, я думаю, что он начинает говорить. Вот, в первые годы жизни очень полезны, есть специально набор картинок, вот там животные, цвета, или вот такие вот книжки. Если, например, нет возможности покупать такие книжки, эти же картинки можно, например, где-то вырезать в журналах или распечатать, или вот покупать такие книжки. И вот важно, чтобы картинка была крупная и внятная. Желательно, чтобы еще вот это были печатные буквы, потому что потом, например, в 4-5 лет, когда ребенок только начинает читать, мы эту книжку можем еще раз использовать и говорить. Вот это буква К, вот это О, будет звук КОТ. Ну, чтобы потом он начал уже и читать, еще раз мы могли бы использовать. Смотри, какая классная книжка, Эмир. Вот этой вот книжкой я пользовалась еще в детстве. Идем. Есть такой крот, да, и с ним постоянно происходят разные приключения. И тут очень большие картинки. Вот я вот из детства своего не помню, но тут, смотри, с ним постоянно какие-то приключения происходят. Так же, как с котом нашим любимым. Помнишь? Много родителей стараются взять вот, чтобы на всю жизнь одну толстую, да, например, там книгу, да, например. Вот, но я, как поняла из своего опыта, да, вот как бы одно методическое пособие стоит взять, в котором все есть, но это больше как бы для себя. Но ребенку такие толстые книги часто не нравятся. Им больше нравятся вот такие картонные, тоненькие. Вот, и так получилось, что в 5 или в 6 лет у нас случился кризис. Он, я, видимо, может быть, ему очень много книг давала или как-то давила, потому что мы старались каждый день по чуть-чуть заниматься, готовиться к школе, да. Вот, и так получилось, что он совсем не захотел уже читать. Он сказал, мама, я уже ненавижу книги, все вот это вот бросалось. И потом, как бы я же свое не упущу. Я понимала, что это ему надо, и приходилось уже идти на хитрости. Вот, кстати, очень часто вот такие вот книги, например, «Найди и покажи», да, очень хорошо выручают. Например, вот нам все равно приходится, да, изучать технику. И вот я ему говорю, где пожарная машина. И вот он сидит, ищет. По-любому, получается, он открывает книгу. И вот в некоторых книгах, вот в этой книге, она, например, на более меньший возраст, есть еще и про пожарную эту машину небольшой текстик. И вот ему приходится потом что-то в поиске и читать. Нельзя навязывать. Вот если он сейчас не захотел говорить об этом, через какое-то время просто какой-то там, например, издалека вопрос задаешь, а вот что-то там, был же у тебя герой, да, Финдус, а он вот так вот сделал, и тем самым он, во-первых, учится пересказывать, и, во-вторых, какие-то воспитательные моменты ты можешь захватить, да. Вот Финдус, он дурачился, он себя хорошо вел или нет. А вот как ты думаешь, в жизни надо в гостях себя так вести, да, вот такие вещи все время полезно проговаривать. Но я понимаю, что сейчас очень это все рассуждать легко, вот надо так делать, надо так делать, да. На самом деле каждый родитель просто, я думаю, что можно там 10-15 минут уделить для того, чтобы это все в интернете прочесть, потому что я тоже это все читала и узнавала, да, никто мне ничего не говорил. Это мой первый ребенок, поэтому, и потом, так как я его родила, там, например, не в 20 лет, а в 28, я постоянно думала, может быть, я что-то делаю не так, может быть, я что-то недодаю. И все время копалась в интернете, и вот там есть очень хорошие списки книги, которые вы должны, вы обязаны прочесть ребенку в 2 года, в 3 года. И вот там тоже, кстати, эти списки различаются, есть списки, которые составляют россияне, а есть списки, которые составляют, например, зарубежные, да, блогерши. Например, это классика, да, так же, как вот, например, классика книг есть у взрослых, чтобы считать себя там умным, интеллигентным и эрудированным, да, какие-то надо книги читать. И вот у детей тоже есть. Это вот все знают Корней Чуковский, Агния Барто, Николай Носов. Вот как бы должна быть какая-то база к школе. И вот это все можно тоже найти в интернете, эти все списки. Надо, вот многие говорят, вот у меня сейчас ребенок ненавидит книги, он просто не хочет читать. Я думаю, что это все из детства. Надо как раз-таки вот как-то 10 минут, 15 минут найти и хотя бы небольшую сказочку, небольшую историю прочесть и показывать. Вот книга, ее нельзя рвать. Я хочу сказать родителям, если, ну, как бы бюджет ограничен, да, это не повод, чтобы не покупать книги. Можно всегда вырезать какие-то картинки, можно где-то распечатать и сделать самостоятельно, вручную книги. Может быть, да, не обязательно прям какой-то там список иметь, какие-то правила, да, больше общаться с ребенком, проводить с ним время и параллельно его обучать и готовить. Мы же прекрасно знаем, да, что в первом классе он будет примерно вот должен иметь вот такие-то навыки. Но если кто-то не знает, например, это можно тоже прочесть в интернете.